Они пролетели почти через всю нашу страну, увидели множество живописных мест и добрались до самой Камчатки. В этом году два пилота-энтузиаста из Самары совершили двухнедельное путешествие на гидросамолете. Виктор Пономарев и Анатолий Шляхна признаются, что небо привлекало их с детства. Идея, что можно отправиться в путешествие на самый край России, посещала пилотов давно. Длительное время они тренировались, летали на небольшие расстояния и постепенно покоряли небо, отдаляясь все дальше и дальше от дома. В прошлом году Виктор и Анатолий долетели до Байкала, а в этом – до Камчатки. Мы вообще не планируем сидеть на земле. Мы всегда планируем куда-то лететь. У нас еще осталось неосвоенное плато Путоран. Например, мы полетать хотим по северам, в очень красивые места. Действительно, суровая такая, настолько красивая природа, обязательно хочется туда полетать. И вообще у нас в России столько мест. Подготовка к длительному полету заняла всего месяц. Виктор Пономарев рассказывает, самое главное в таких путешествиях – придумать, куда приземлиться. Ведь нужно осуществлять дозаправку. Да и самим пилотам время от времени требуется отдых. Чтобы долететь до Камчатки, Виктору и Анатолию пришлось совершить 14 перелетов. Как оказалось, во всей нашей стране самое лучшее достояние – это наши люди. Потому что в любом месте люди сразу откликаются, начинают помогать. Особенно с топливом. Там где-то бензин, где-то чуть не на коленках, в канистрах привозили, помогали. Вот нигде проблем не было. Везде безотказно. Четырехместный двухмоторный гидросамолет, на котором путешествовали Анатолий и Виктор, отечественного производства. Пилоты признаются – к выбору аппарата подходили серьезно. Летали даже в Америку, рассматривая варианты импортных самолетов. Но в итоге оказалось, что надежнее нашего отечественного нет. Во время своего последнего путешествия пилоты-энтузиасты научились управлять самолетом фактически вслепую. Путин преграждал дым от горящих лесов Якутии. И самое главное в любом полете, говорит Виктор, сохранять спокойствие. Ведь проблемной ситуации нужно решать холодной головой и верой в собственные силы. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.